Приветствую вас, друзья мои! Перед нами реконструкция скульптуры Константина. Ей можно полюбоваться 6 февраля 2024 года ежедневно с 9.30 до 18.30 в саду Виллы Кафарелли Капитолийских музеев. Эта полномасштабная реконструкция скульптуры сделана на основе оригинальных фрагментов скульптуры IV века н.э. Фрагменты оригинальной скульптуры – голова, правая рука, запястье, правая кисть, колено, голень, ступня – сейчас находятся в Капитолийских музеях. После создания трехмерной модели высокого разрешения была создана реконструкция статуи. Археологическое изучение фрагментов ученым позволило предположить, что Константин был сидящим с обнаженными частями тела, и скульптура была выполнена в смешанной технике. Константин представлен в виде Юпитера, с открытой верхней частью тела и накинутым на плечо плащом. В правой руке он держит джезл – древнейший символ власти, а в левой руке – земной шар. Заглянув в сады Виллы Кафарелли, можно полюбоваться результатом долгой работы по созданию реконструкции скульптуры и представить, какие были большие и великолепные скульптуры в Древнем Риме. И совершенно бесплатно можно увидеть эту красоту. Вы, конечно, знаете, что Рим был построен на семи холмах. Мы сейчас находимся на Капиталистском холме, на одном из главных холмов Рима. И поэтому с холма на Рим открываются потрясающие виды. Не упустите возможности рассмотреть Рим с высоты птичьего полета. Алтарь небесный или церковь Санта-Мария и Нарачелли. В середине XIV века в честь избавления от чумы построили широкую лестницу. Люди поднимались по этой лестнице на коленях. Мрамор для строительства лестницы был взят с античных зданий. Даже на некоторых ступеньках можно найти следы резьбы. С другой стороны от крутой лестницы, которая ведет на алтарь небесный, находится еще одна лестница. Лестница Кардоната и две статуи диаскуров. Они встречают всех, кто поднимается на Капитолийский холм. Как же приятно наблюдать за работой реставраторов. Сейчас в Риме проходит очень много реставрационных работ. Город готовится к юбилейному 2025 году. Долгое время главная лестница мэрии была закрыта. Сейчас ее открыли и у нас есть возможность подняться и полюбоваться на Капитолийскую площадь с высоты. Еще одна смотровая площадка. С правой и с левой стороны находятся Капитолийские музеи, где собрана богатейшая коллекция скульптур и картин. Посмотрите, отсюда хорошо просматривается и рисунок на площади. И он нам кажется выпуклым. А в центре площади стоит копия конной статуи Марка Аврелия. Оригинальная скульптура находится в Капитолийских музеях. И поэтому я всем моим туристам всегда советую посетить Капитолийские музеи. В церкви Санта-Мария на Рачелле два входа. По крутой лестнице можно подняться в церковь. Я же сейчас зашла в церковь через второй вход, который находится слева от мэрии. Церковь очень интересная, красивая. Про нее надо снимать отдельное видео, потому что рассказ будет длинным. Я же зашла сегодня сюда, в эту церковь, для того, чтобы выйти на смотровую площадку и уже с другой стороны показать вам Капитолийскую площадь. Капитолийские музеи Санта-Мария на Рачелле считается народной церковью. Она ничуть не уступает убранству собора Святого Петра. За непримечательным фасадом скрывается очень красивая и значимая церковь Рима. Утром и вечером здесь проходят мессы. Во время религиозных праздников, венчаний и концертов церковь освещают многочисленные люстры. Это просто божественной красоты церковь. Вы хотели немного погулять по улицам Рима? Давайте погуляем. Я сейчас спущусь к театру Марцелла и буду уже в еврейском квартале. Многие туристы не доходят сюда и любуются театром Марцелла с высоты Капитолийского холма, не подозревая, что здесь много интересного. А многие даже не знают, что театр Марцелла был построен почти на сто лет раньше, чем Колизей, и часто его называют старшим братом Колизея. Его строительство начал Юлий Цезарь, а закончил первый император Рима Октавиан Август. Ох, сколько же всего видели эти античные развалины! И они же были свидетелями, как еврейскому народу тяжело жилось в этом квартале. Когда я бываю в еврейском квартале, каждый раз за этим столиком вижу мужчину, который чистит артишоки. Я у него как-то поинтересовалась, сколько же лет он работает здесь и чистит артишоки. Он ответил, что 35 лет. Прогуливаясь по Риму, заглядывайте во все открытые двери, заходите во дворики, и тогда у вас будет возможность по-настоящему понять Рим и увидеть его сокровище. Рим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь всегда очень вкусная пицца, сладости и хлеб. Продолжение следует... История церкви связана с жизнью католического святого Камилла де Леллиса, который страдал от незлечимых язв на ноге. Он отказался от оружия, был наемным солдатом и посвятил свою жизнь больным. Стал верующим и всю свою оставшуюся жизнь проработал в больнице, которая находилась рядом с церковью. Камилла умер 14 июля 1614 года. В третьей капелле церкви находятся останки Сан-Камиллу, которые были перенесены в церковь в 1742 году. И этот же год считается годом его биотификации, причисления умершего к лику блаженных. А еще через несколько лет его причислили к лику святых. В 1886 году папа Лев XIII провозгласил Сан-Камилла покровителем больных и больниц. Пий XI провозгласил его покровителем медсестер в 1930 году. А Пий VI через несколько лет – особым покровителем итальянского военного здравоохранения. 14 июля верующим готовят особое лечебное зелье. Его готовят из воды с добавлением пыли с надгробия святого. Как вы уже догадались, мы находимся с вами на пьяце Делла Рутонда. И перед нами Пантеон. Для тех, кто не знал, вход в Пантеон уже как год платный. Цена билета 5 евро. Билет можно купить прямо у входа в Пантеон. Билет можно купить в Пантеон. Кроме и уход в Пантеон. Идите Делла Рутон. Рутон. Субтитры делал Делла Рутон. Гланиров Делла Рутон. В Делла Рутон. Гланирова. Когда я прохожу по улицам Рима, открытые двери церквей так и манят зайти внутрь. И вот я уже в одной из моих любимых церквей, посвященной Святому Августину, где находится картина Караваджо «Мадонна паломников». Мне надо как-то собраться и сделать для вас подробное видео об этой церкви. Материал у меня уже есть, все отснято, только осталось смонтировать. Но как можно пробежать мимо этой церкви и не зайти полюбоваться картиной Караваджо? Вот так, на уровне вытянутой руки, можно рассмотреть картину, и все это совершенно бесплатно. С правой стороны от церкви Святого Августина находится библиотека Анжелика, которая была основана в 1604 году. И опять, дорогие друзья, перед нами открытая дверь. Что мы сделаем? Конечно же, зайдем. Продолжение следует... На протяжении многих лет различные выдающиеся личности дарили книги церковному ордену. В середине XVIII века книг стало так много, что для наведения порядка был приглашен архитектор Луиджи Ван Виттелли, который расширил библиотеку. Также здесь есть и древние карты, гравюры. Одним словом, не проходите мимо, заходите и в библиотеку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но мало кто обращает внимание на Мадонеллы, которые находятся на углах домов. Стоит только один раз заметить их, и вы тут же на каждой улице будете встречать их и замечать. У каждой Мадонеллы есть свое название, а вот автор изображения Мадонны обычно неизвестен. В историческом центре Рима, по переписи, проведенной в XIX веке, их насчитывалось несколько тысяч, но в последнее время подсчет говорит о том, что их осталось только 500. Продолжение следует... Продолжение следует... Традиция выставлять цветы не на улицу восходит к Древнему Риму. В Древнем Риме на улицах и перекрестках стояли небольшие общественные алтари, посвященные языческим богам. Они защищали улицы и перекрестки. Потом, когда появились Мадонеллы, были сделаны лампы для их освещения. Эти масляные лампы освещали улицы и перекрестки в вечерное и ночное время. И так происходило до появления электричества. После появления электричества уличное освещение распространилось по всей территории Рима. В период борьбы и столкновений за Римскую республику многие Мадонеллы пострадали. Они были объектом многочисленных актов вандализма. Очень часто в них бросали камни. Чтобы сохранить от вандализма, многие изображения даже были удалены с улиц. Римляне боялись и опасались, что Мадонеллы будут уничтожены. И поэтому даже организовали дежурство, чтобы гонять проходимцев, которые пытаются бросить камень и уничтожить образ Мадонны. Для французов, например, ударить Мадонну означало продемонстрировать свое отвращение к правительству папы. Становление республики и объединение Италии было очень долгим, и поэтому постоянно менялось правительство. Когда республиканское правительство рухнуло, и папа вернулся в Рим, изображения Мадонны вновь заняли свое место, и к ним вспыхнула новая страсть. Поврежденные Мадонеллы были украшены и восстановлены, и во многих районах Рима появились новые изображения. В это время в Риме многие люди смогли обрести глубокое духовное спокойствие, преклонив колени перед подобными алтарями. В рождественские праздники музыканты, играющие на волынке, ходили по улицам Рима и останавливались у каждого дома, где была изображена Мадонна, наигрывая музыку. Таким образом они оповещали о рождении Иисуса. После объединения Италии поднялась новая волна гонений на все религиозные обычаи города. Возобновились бросания камней, многие изображения были испорчены, и с того момента на улицах Рима стало значительно меньше Мадонны. Возобновились «Рескохипейки» и рыбчицы. Возобновились «Рескохипы» и «Рескохипейки» и «Рескохипы». Прогуливаясь по Риму, можно увидеть мадонелл самых разных форм, сделанных из разных материалов. Есть мадонеллы из лепнины, керамики, терракоты, дерева, мрамора, но по большей части мы находим картины на холсте, преске и мозаику. Продолжение следует... Рамки, в которые заключены эти изображения, также бывают разнообразны. От самых простых до вычурных, что привлекает внимание даже больше, чем изображение, которое в них заключено. До XIX века мадонеллы располагались на уровне глаз, затем во избежание вандализма их стали устанавливать выше. Большинство из тех мадонелл, которые мы видим на улицах Рима, датируются XVII, XVIII и XIX векам. Конечно, сохранились и более ранние, но их очень мало. На этом, дорогие друзья, наша небольшая прогулка по Риму заканчивается. Не забудьте поставить пальчик вверх, если видео вам понравилось, и поделиться им с друзьями. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok